Сильный дождь для Челябинска не редкость. Последний ливень вряд ли бы наделал столько шума, если не трагический случай с 14-летней Светой Матвеевой. Девушка погибла от удара током. Все подробности происшествия уточняют следователи. Однако некоторые журналисты и даже высокопоставленные чиновники уже называют виновных без суда и следствия. Саркастические замечания вице-губернатора Владимира Дятлова здесь приводятся, что водонепроницаемые холодильники еще не придумали для городской администрации. Хотел бы отметить, что городская администрация к этому холодильнику никакого отношения не имеет. Этот холодильник устанавливала фирма Кока-Кола для предприятия, которое арендовало там площади. Несколько магазинов, расположенных в полуподвальных помещениях, оказались затоплены. Но в этом случае можно винить только хозяев, ведь каждый владелец такой торговой точки должен быть готов к натиску воды. А вот городские дороги с ударом стихии справились на недавно отремонтированных магистралях. Ливень вообще прошел без последствий. Хочу отметить, что строительство ливневой канализации в городе Челябинске в 60-е, 70-е, отчасти в 80-е годы практически вообще не велось. И только сейчас оно набирает обороты. Например, канализована улица, если в центре района брать, улица Свободы, не было канализации. Улица Карла Маркса, центр города. Не было ливневой канализации и много других улиц. Если говорить о дорогах в целом, то их состояние мэр Юревич недоволен. Глава города даже лично оставлял жалобу на горячей линии. Результатов пока никаких. Я вот лично звонил два раза по яме. Месяц прошел. Но она как есть, так и есть. Как вот вы мне это прокомментируете? По двум, кстати, звонил. Постоянно езжу, постоянно в них влетаю. Звоню, принимают заявку, работы не проведены. Но если у вас сразу возникла ситуация сложная, что на разные дороги, разные ямы, на разных балансах, так вы проведите совещание, скажите, что надо какое-то дополнительное финансирование. И хорошая новость всероссийского масштаба от главы города. Черные металлы, медь, никель, цинк. Цена просто алюминий. Цена просто сумасшедшая. Выше, чем в 2005-2006 году. Нефть почти 75 долларов за баррель. Наша страна богом обласкана при таких-то ценах. Впрочем, об окончании кризиса говорить рано. По мнению Михаила Юрьевича, экономические трудности придется потерпеть еще год.